Привет, друзья! С вами автор книги ответов. И сегодня мы поговорим о ветках вероятности. В наше время очень популярны разговоры о том, что существуют различные ветки реальности. И давайте мы сегодня попробуем разобраться в этой теме. Я приведу доступные мне доводы, а вы уже самостоятельно сможете для себя решить, существуют различные ветки реальности или нет. Некоторые люди убеждены в том, что человек может переходить с одной ветки реальности на другую и таким образом менять свою жизнь. Подобные утверждения возникают под влиянием идеи, что человек сам творит свою реальность. А значит, в каждый момент времени у человека есть выбор, как ему поступить. Поэтому, собственно, во Вселенной должен существовать как минимум еще один вариант реальности, чтобы человек мог делать свой собственный выбор. В квантовой физике даже существует многомировая теория, которая говорит о том, что пространство каждый раз создает второй вариант реальности. И эти варианты постоянно множатся, создавая такое бесконечное древо с бесконечным количеством ветвей реальности. Но, на мой взгляд, подобная теория не выдерживает элементарной критики, так как очевидно, что наличие выбора не раздваивает человека на два варианта и не позволяет человеку каждый раз одновременно проживать оба так называемых возможных варианта. То есть, очевидно, что в каждый момент времени человек проживает только один из вариантов и не может прожить другой, даже если такая возможность существует. Поэтому, даже если предположить, что существует другой вариант, он остается лишь в виде гипотетически воображаемой иллюзии, которую формирует наш ум. Потому что фактически другой вариант всегда отсутствует. И кроме иллюзорной идеи о наличии другого варианта, которую придумал наш ум, у нас нет ни малейшей физической возможности проверить, а вообще другой вариант существует на самом деле или не существует. Потому что нас в другом варианте нет. Мы всегда находимся только в том единственном варианте, который проживаем непосредственно именно здесь и сейчас. Надеюсь, это понятно. В итоге получается, что для Вселенной нет никакого смысла создавать альтернативную реальность или альтернативные варианты. Так как, во-первых, мы только что с вами выяснили, что мы всякий раз находимся в одном единственном варианте, а в других вариантах нас просто нет, мы там отсутствуем. Причём для восприятия действительности Вселенной необходим, обязательно необходим воспринимающий наблюдатель, потому что если его нет, то действительности в принципе некому воспринимать. А значит и создание этой действительности, которую никто не наблюдает, в общем-то бессмысленно. Поскольку раз её никто не наблюдает, её фактически не существует. И, собственно, зачем её создавать? И, во-вторых, каждый вариант действительности требует точно такое же количество энергии для создания себя, как и первый вариант. Таким образом, данный момент, данный процесс окончательно лишён какого-либо смысла, поскольку никто не будет тратить энергию впустую. Ведь, собственно, в другом варианте нет никакого наблюдателя. Теперь, когда мы обсудили с вами бессмысленность многомировой теории, её бессмысленность с точки зрения простейшей логики, я расскажу вам метафизическую версию, которая дополнительно объяснит вам, что ветки вероятности и альтернативные реальности существуют только в воображении вашего ума. Во-первых, мы все живём в некой глобальной иллюзии. Я об этом много раз говорил. Если не смотрели моё предыдущее видео, посмотрите. Глобальная иллюзия формируется на основе глобального сценария, который предполагает, я подчёркиваю, проживание определённого опыта. Почему я это подчёркиваю? Да потому что опыт должен быть прожит именно так, как он изначально был задуман. То есть нет никакой необходимости закладывать другие варианты в этот опыт. Потому что если допустить отклонение от опыта, отклонение от сценария, то опыт не будет прожит так, как это необходимо. А почему важно прожить опыт так, как он изначально задуман? Ну просто представьте, что у вас есть гипотеза, которая требует проверки. Чтобы убедиться, что эта гипотеза работает. И как это, по-вашему, можно сделать? Ну, очевидно, что необходимо провести какой-то эксперимент. А теперь представьте, что вы, не доводя эксперимент до завершения, меняете его условия. Будет ли ваш эксперимент корректным? Сможете ли вы с помощью этого не вполне корректного эксперимента проверить гипотезу? Ну, очевидно, что нет. Потому что доведение эксперимента до конца в том виде, в котором он изначально запланирован, является необходимостью для того, чтобы подтвердить вашу гипотезу. А если вы не доведете эксперимент до конца, то гипотеза подтверждена не будет. Так вот, жизнь каждого человека является такой же гипотезой. И единственный способ корректной проверки этой гипотезы – это прожить жизнь от начала до конца в неизменном виде. Потому что, я подчеркиваю еще раз, если что-нибудь изменить, гипотезу проверить не удастся. Поэтому, собственно, другие варианты жизни, которые кажутся людям более интересными и оптимальными, в принципе, не рассматриваются. Так как, если мы будем закладывать различные варианты, то мы не сможем получить нужный опыт. А значит, не сможем качественно проверить нужную гипотезу. Надеюсь, это понятно. В дополнение к этому существует очень важное фундаментальное условие, от которого отталкиваются творцы мироздания. Как мне было сказано, фундаментальной основой мироздания является гармония. Ее хранитель – это абсолют. И чтобы мир существовал, необходимо как минимум придерживаться этой фундаментальной основы. Иначе мир просто превратится в хаос и развалится. Соответственно, мы не можем создать человеку любые вероятности жизни, так как мы изначально ограничены этой фундаментальной основой, то есть законом гармонии. Поэтому мы не можем создать огромное количество вариантов. Мы можем создать только тот вариант, который оптимален с точки зрения гармонии абсолюта. Создание нескольких гармоничных вариантов является просто невероятной, непосильной задачей, потому что в глобальном сценарии существуют мириады взаимосвязей, которые необходимо уравновесить между собой. Просто представьте, представьте, какой это объем работы, и вы сразу поймете всю абсурдность альтернативных веток реальности. Потому что невозможно изменить события в жизни одного человека, не затронув события в жизнях других людей. Взмах крыльев бабочки на одном конце света в буквальном смысле влияет на возникновение ветра на другом конце. То есть, если мы предполагаем многовариантность в том виде, в котором ее предполагает многомировая квантовая теория, то нам придется всякий раз уравновешивать и гармонизировать глобальный сценарий заново. Вам может показаться, что для Вселенной это расплюнуть, что Вселенная создает все эти варианты, даже не моргнув глазом. Но на самом деле ничего не происходит само собой. На самом деле это грандиозный объем работы, который кто-то должен делать. Причем данная деятельность вообще бессмысленна, так как по факту проживается только один вариант сценария. Понимаете? Просто постарайтесь понять, что когда появляется необходимость создать одному человеку что-то приятное, нужно найти человека, которому необходимо будет создать равновесное неприятное. Понимаете? Иначе гармонии просто не будет. Либо необходимо чередовать конструктив и деструктив, приятное и неприятное, в разных сферах жизни одного человека. То есть в одной сфере жизни мы создаем конструктив, а в другой сфере жизни мы создаем деструктив. Таким образом, в каждый момент времени материализуется только та реальность, которая оптимально уравновешена с точки зрения закона гармонии Абсолюта. Иную реальность Абсолют просто не пропустит. Поэтому лично я прихожу к выводу, что нет ни единой возможности для фактического существования иных веток реальности. Кроме тех веток, которые существуют в представлениях нашего ума. Так что если у вас в жизни все складывается более-менее хорошо, благодарите за это свою душу, поскольку именно она выбрала для вас такой опыт. Жизнь складывается по аналогии с кинопроизводством. То есть, чтобы вы могли посмотреть фильм, необходимо предварительно написать сценарий и предварительно это все отснять. И если этого не сделать, то фильм сам собой не появится. Это значит, что в жизни на каждый период времени по аналогии с фильмом формируется определенная событийность, которая предварительно простраивается. А когда у человека кардинальным образом меняется жизнь, это не значит, что человек переходит на другую ветку реальности. Это значит лишь то, что данные перемены были изначально прописаны в его инкарнационном сценарии. Точно так же, как все кардинальные перемены, которые происходят с героями фильма изначально прописаны в сценарии фильма и изначально отсняты. Так что вот такая история, друзья. Думайте, размышляйте, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и всем добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!